Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дня 4 И вот что я вышивала Да-да Это РТО Это Длинная История Так вот выглядит Основной сюжет И вот То что нам производитель Еще предлагает вышить Ну в общем Вот моя работа Я не переживаю Что я ее положила сюда Потому что Ракушки Вот Ну и давайте Я положу Чтобы рядышком Нам было понятно Что выше там Это в общем А-ля Задняя лапа И тут Задняя и передняя Точнее Это вот передняя И за ней будут задняя Ну как я понимаю В общем Вышивка идет легко и просто Тактика вышивки Расскажу Я сначала вышиваю Цветные Треугольники А потом уже Заполняю белые Между ними И выполнение Так сказать Приближе Поближе Кальцы я купила Запорожье Они самые Такие Дешевые 20 гривен Я надеюсь Вам видно Что они не совсем Круглые Запяливаются Это вообще Катарды Но Тем не менее Я продолжаю Вышивать И если вы слышите Другие зубки Это люди Ходят На пляже Покажу вам Чуть-чуть Кусочек пляжа У нас Вот такой пляж Ну это Не основной Наш Но в общем Он примерно Такой Там где мы отдыхаем Это Брест Такой Склон Все нормально С ниточками Практически Они путаются Если путаются Я Это ловлю На ранней стадии И в общем-то Я думаю Что я еще Сегодня Повышиваю Но это не точно Ну и продолжение Скорее всего Будет уже В Киеве Так сказать Маленький Репортаж С моря Итак Из этого видео Вы поймете Что Мой Проект Который начался На море Продолжился Уже дома Так выглядит В общем-то Мой сюжет И давайте Посмотрим Что готово Раньше Было готово Задние лапки Хвостик И по-моему Тут вот еще Чуть-чуть Пару Ромбиков И сейчас Вот что Готово Уже Да Половина Собаки Готова Как вы понимаете Как-то так Положить Не знаю Как Ну в общем Вы поняли Да Что Половина Собаки Уже Вот эти Ромбики Это Морда Такая Побольше Конечно Не меньше Чем Побка Скажем Так Так И в общем-то Все идет Легко и просто Кроме того Что сейчас Будет Переходов На листах У Артова Нету И вот Сейчас я Покажу Вам Фокусируйся Вот Сфокусировалась Точечки Это белый цвет И это уже Пошли Следующие Там Ромбики Это вообще Не алло Не подходит Ну ладно Что делать Схема Так схема Вот Вышивается Уже Почти Месяц Да С первого числа Нет С шестого Где-то С седьмого Ну короче Сегодня Двадцать пятый Короче За двадцать дней Я еще Собака Не готова Как я говорила В принципе На море Не было проблем С вышивкой На черной конове Дома Тоже Нету Никаких Проблем Потому что Есть Моя лампа Просто Я ее Ставлю И все Раз Два И поехала Покажу 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 Свою Изнанку Вот Она Такая Не Самая Лучшая Не Самая Худшая Ну в общем Средняя Нормальная Покатит Вот Пока ниток Хватает Вышиваю Я продолжаю Вышивать Одной Иголкой Организация У меня Все Так же Все Просто На планшетках Я стараюсь Вышить Максимально Одним Цветом Закончить Его И тогда Остаток Просто Вкалываю В Сами Планшетки И Просто Там Висит Эта Ниточка Аккуратно Ждет Меня Ну По опыту Знаю Что В этой Серии Ниток Достаточно И Все Как бы Нормально Будет С нитками Белых Должно Остаться Прилично Очень Даже Прилично Ну В общем То Я Сейчас Снимаю Это Потому Что Мне Надо Переставить Пяльцы Мне Не Совсем Удобно Сейчас Будет Переход Листа Я Короче Хотела Уже Сразу Морду Как бы Нормально Вышивать Ну Посмотрим Как Будет Ити В любом Суча Наверное Вы Уже Это Видели Но Я Снимаю Живой Процесс На черной Конве И В тишине И В общем То Вы Увидите Там На Наглядном Примере Что Никаких Проблем У меня С вышивкой На Конве Нету По Черной Конве Просто У меня Была Даже Больше Привычка К 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 Шестнадцатый Дай Значит Вы Так Не Делаете А Я Так Делаю Для Моя Это Нормально И До Новых Встреч И Еще Маленькое Включение Для Тех Кто сильно переживает за свои крестики, которые могут испортить пяльцы нулье. Я вот уже переставила. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Вот, фокусируйся. По-моему, нитки все лежат на месте. Только вот здесь вот есть сверху, я вижу, вот он примятый один крестик, но все будет в порядке после стирки. И тут вот у нас лапа. Как видите, все нитки на месте, все окей. Вообще здесь ничего не пережалось, вообще ни одного я не вижу крестика, чтобы было что-то вообще криминальное. Так, я уже перенатянула. Конечно, на цвайверт перетягивать это еще то удовольствие. Но, когда твои пальцы натренированы на эту твердость пружины, которая внутреннее кольцо, то, в принципе, вот я со второго раза, то первый раз просто мне что-то там получилось залом от вот этой вот штуки, я ее расправила, я просто вот так вот взяла пальцы и опустила второй рукой внутреннее кольцо и все на место стало. Вот, все красиво. Вот, все красиво. Кота, в общем, всякие-то пыль, наверное, это или что, но, в общем, не важно. В принципе, потом все постирается, но есть, короче, и круги, залом есть видно, но он больше по пыли видно. Короче, такое впечатление, что я, видя, там мотыляла. Ну, ничего. Мы народ не гордый, мы и так повышиваем. Ну, теперь уже точно все. Еще раз включение. Итак, схема. Называется, на день, два отличия. Короче, подсказываю сразу, вот тут он белый цвет отмечен, а тут вот он пустой. И так на всем листах. Да, весь листик так. Значит, наверное, надо будет взять... Так, сейчас нам будет блестеть дико. А тут хорошее превью по качеству. Сейчас оно, скорее всего, что не сфокусируется. А нет, вот сфокусировалась. Тут вот есть белые штуки эти. Придется сидеть еще рисовать схему. Подрабатывать в РТО, так сказать. Ну, там, где на мордяхе, вообще ничего нет. Ну, короче, на этом листе, на втором нет ничего. Из белого. Вот так вот, по пандосик. Ну, ничего. Ладно. Ну, прикольно, да? Такой, берешь схему. Такой, в смысле, где белый цвет? На морде не нужен белый цвет? Нет, на превью все есть. Ну, его тут немного. И это хорошо. Просто конечные точки возьму ручкой поставлю. И все. Ну, это будет завтра. Сейчас я могу заполнять. Сейчас буду голубой заполнять. Квадрат. И там уже ориентировочно. Я всегда цветной выполняю, а потом уже по цвету, по белому уйду. Вот, что у меня уже готово. То есть, вот уже насколько хватило белого. Ну, вот, настолько и хватило. Я потом, когда в следующий раз будет у меня белый, я начну тут вот, закреплю. И потом уже там, вот, вот у меня белый тоже не дошит. То есть, я чередую цвета, чтобы равномерно все шло. Чтобы потом не возвращаться и не зашивать этот белый цвет. Вот. Ну, и вон Марсик со мной рядышком покажу. Спит. Вышивает вместе со мной. Следит, чтобы я ровно и правильно делала крестики. Ну, все, выключаюсь. Слово «каньон» только помогает искусству. «Каньон». «Каньон». А это же «каньон». Не, «каньон» это должно быть какая-то… Удлиненная штука, мне кажется, должна быть. в ютюбе будешь потом. Как-то высоко. «Каньон». Ну, в общем, я тогда снимаю, Сюша. «А долго тебя снимать?» «Минутки три хотя бы». «Ты будешь что потом рассказывать?» «Конечно». «Так ты хоть рубами шевелит?» «Нет, так я бучку сделаю». «У тебя не что, либо как?» «У меня нормальная спина?» «Спина, да». «Я славлюсь прямой спиной». «Если что». «С мусором». «С мусором». «Да, мы с ней пошли даже в самый грудь, короче». «Да ведь это такие какаки. Как колонки. «Колбаша». «Это кто-то очень сильно долго терпел». «Это какая-то лошадь была, по-моему». «Сними с Саши иголочки сзади». «Фокси, иди сюда». «Это утепление». «Давай, сиди». «Кисюня». «Иди к маме». «Мужакой я пузо нажала за последнюю неделю, это капец». «У меня как только август. У меня такое ощущение, что организм начинает набирать на зиму». «Ну да». «Фокси начинает линять». «В «Игре престолов» зима близко». «А я не смотрела «Игру престолов». «Будешь книги читать?» «Я ж это не готова вообще ничего делать с этой «Играми престолов». «Почему?» «Ну, потому что…» «Это очень…» «Нет, это надо просто, знаешь, когда?» «Когда долгими зимними вечерами нечего будет делать». «Ну, блядь, это должны быть очень длинные вечера, потому что там серия по два часа идёт». «Так зима, короче, она же, блядь, в смысле длинная, сама по себе». «Хорошо, понимаешь, что там не заканчивается просмотр одной серии, тебе сразу следующую надо, потому что там…» «Не знаю, после первой мне не хотелось вторую смотреть, поэтому, как бы, я соберусь с духом». «Подожди, я закончила «Игры престолов» смотреть на стадии, когда им раздали волчонков». «Терсила, вот и хорошо, вот и ХПМ, сюда». «Да, беленький, самый красивенький, достался тому, кому надо». «Ну, правильно. А, ну ты что не знаешь, что я тебе рассказываю». «Тут уже две с половиной минутки». «Хорошо». «Не, мне без разницы, мне не сложно подержать». «Фокси, иди сюда! Иди сюда! Иди, где Косточка?» «Иди, я тебе собачку покажу». «Да». «Я тут собачку решила». «Кисюха! Кися! Фокси!» «Позаводь детей себе, а ты будешь потом с ними сидеть». «Поэтому я сразу детям сказала, когда будете заводить себе детей, имейте в виду, я помогать почти не буду». «Я с тобой уже отхеряю». «Я что-то не… я не вот это вот «я же мать». «Я же мать» это не про меня. «Мне так даже неудобно, у меня мышцы начинают болеть, и я выравниваюсь». «А-а, вот оно что!» «Да». «Саша говорил, что это правильно, когда мышцы болят, потому что это лишнее». «Тогда твой позвоночник защищает». «Он однозначно затекла рука». «Я даже не ожидала». «Короче, пять с половиной минут у тебя здесь будет». «Блогер с тебя не очень». «Ай, вообще, это впервые в моей жизни видео. «А этот самый, а куда тут нажимать? На красную тоже или?» «На красную, да». «Look, как это нет?», «Да». «Look кто подключил». «Отvar» «На красную» «На красную roseи Bogе». «Б durumальная».